Всем привет! Вот уже три дня у меня в использовании вот такой вот MacBook. Это MacBook Pro, как вы можете заметить, 2017 года. То есть он идет уже обновленный, с самым-самым топовым железом. Здесь уже идет у нас Kaby Lake процессор. Также здесь у нас 16 гигабайт оперативки, 4 гигабайта видеокарта, Radeon Pro 560. В общем, это самый топовый ноутбук, который можно сейчас только купить у компании Apple. Единственное, что SSD здесь на 512 гигабайт, а не на терабайт или не на 2. Потому что просто невозможно найти такую модель на данный момент. Итак, я хотел бы поделиться своим опытом использования данным устройством в течение трех дней. Конечно, я очень долгое время сидел на винде и до сих пор у меня два компьютера на винде. То есть один ноутбук и десктопный компьютер у меня по-прежнему на Windows. На обоих компьютерах у меня установлена Windows 7 и я ею более чем доволен. И, скажем так, Mac это уже дополнение к тому железу, которое у меня есть. То есть это не просто какая-то вещь, на которую я перешел. Это дополнение к тем инструментам, которыми я пользуюсь для работы. Поэтому не стоит думать, что это видео человека, который бросил Windows, перешел на Mac и теперь будет расхваливать только Mac и говорить, что это самое лучшее, что можно купить, это самое лучшее, куда можно вложить деньги. Нет. Я буду говорить с точки зрения своей личной, я буду говорить максимально по возможности объективно, но опять же свое личное мнение. Поэтому не стоит думать, что я сейчас буду обсирать Windows или наоборот обсирать Mac. Я буду говорить только об опыте использования. Итак, первое, что хотелось бы сказать. У данного ноутбука потрясающий экран. Об экране я могу говорить здесь просто бесконечно. Ноутбуки с такими экранами я не встречал. Вы можете сказать, слушай, у него разрешение всего лишь 2К, есть ноутбуки с разрешением 4К. И я вам могу сказать, что даже эти ноутбуки с разрешением 4К показывают не такую качественную картинку, как этот. Я видел все эти ноутбуки, я ходил по магазинам, я перебрал множество вариантов. Full HD отпадает сразу, потому что Full HD даже на ноутбуке смотрится не очень хорошо. 2017 год на дворе, нужно брать что-то с запасом, не говоря уже о том, чтобы взять что-то актуальное. Даже по актуальности Full HD разрешение это не то, что нужно. Если вы берете компьютер для работы, для чтения текста, для набора текста, для монтажа, для постоянной сосредоточенной работы с экраном, то брать Full HD я не рекомендую. Берите 4К, если вы, например, хотите купить ноутбук от какой-то компании не Apple. Поэтому очень внимательно смотрите на этот момент, когда выбираете себе ноутбук. Здесь 2К и этого более чем достаточно, несмотря на то, что здесь 2К разрешение, он достаточно автономный. Но об этом чуть попозже поговорим. По яркости, по, в принципе, насыщенности картинки, она остается точно такой же. Она не темнеет, она не меняет цвета. Экран здесь просто бесподобный. Поэтому, если говорить о конкурентах, то конкуренты, которые могут с ним сравниться, это, наверное, только разве что Dell XPS, либо Microsoft Surface. Это вот единственные конкуренты, которые мне приходят на ум, у которых действительно такой хороший экран. И то даже не такой хороший, а просто который может как-то конкурировать. Следующее. Материалы изготовления, материалы корпуса. Меня очень поразило, что данный ноутбук полностью алюминиевый. И, несмотря на это, он весит меньше 2 кг. По заявлениям в технических характеристиках, он весит 1,83 кг. Ребят, это действительно самый легкий ноутбук, который я держал в руках, с таким железом, с такими параметрами. Учтите это. Если говорить о качестве материалов, то здесь не просто кусок алюминия и все. Сами материалы очень приятные. То есть, когда вы до чего-то дотрагиваетесь, до кнопок, до вот этого тачпада, или как он там правильно называется, трекпад, до всего вы дотрагиваетесь, и вы чувствуете, что действительно вы заплатили деньги не зря. Нет такого, что ты начинаешь с чем-то контактировать и думаешь, блин, я отвалил 3000 баксов, что это за дичь? Конечно, хочется найти недостатки, и недостатки есть в этой операционной системе, в этом компьютере. Но эти недостатки связаны, может быть, скажем так, с особенностями американцев, их подходу к разработке программного обеспечения и всего остального. Сказать, что они где-то на чем-то сэкономили, я не могу, потому что если говорить о тех вложениях, которые сделаны в этот ноутбук, здесь все сделано по максимуму, для того, чтобы вы максимально пользовались устройством и получали кайф. Следующий момент – это вот этот тачбар. Тачбар. Я, конечно, знал, что это за штуковина. Я перед тем, как данный ноутбук попал ко мне в руки, я, конечно же, тоже долго исследовал все вопросы, смотрел различные обзоры и все остальное. Этот тачбар – это, конечно, очень спорная вещь, потому что я, например, им пользуюсь крайне редко. Например, может быть, это связано с тем, что я просто еще очень мало пользуюсь ноутбуком и очень мало пользуюсь в плане различных приложений. То есть я не пользуюсь теми приложениями, где он раскрывается по максимуму. Например, там, где пользуюсь я, теми приложениями, которыми я пользуюсь, теми средами, в которых я работаю, этот тачбар просто либо неэффективен, либо не дает того, что ты можешь сделать, просто используя клавиатуру, вот трекпад. Поэтому для меня лично тачбар – это вещь, которая очень мало используется лично мной. Например, когда я делаю скриншоты экрана, а их я делаю по роду работы достаточно часто, в день, по несколько штук. И очень удобно, что когда ты нажимаешь Command-Shift-4, ты хочешь сделать снимок экрана, и здесь уже выползают подсказки. Выбрать фрагмент, окно, весь экран, сохранить, рабочий стол выбрать, либо какую-то другую область, либо можно отменить. То есть тачбар в этом отношении для меня более чем очень удобен. Но если говорить о том, чтобы задействовать его на 100%, я этого не делаю. В силу разных причин, возможно, моих личных. Может быть, со временем, когда я сделаю обзор на данный MacBook, и я, в общем-то, максимально им проникнусь, буду использовать тех приложения, где этот тачбар реально помогает и отрабатывает, может быть, я о нем заикнусь и скажу, что это действительно годная штука. На данный момент это просто небольшая плюшка, которая действительно удобна. Также здесь есть Touch ID. Вот здесь скрывается кнопка, которая является сенсорной. То есть там скрыт сканер отпечатка пальца. Так вот, когда вы нажимаете на этот сканер, вы можете выполнять различные действия, которые обычно защищены паролем. То есть обычным своим отпечатком пальца вы полностью управляете такими сложными манипуляциями, как вот пароль, вход в систему и все остальное. Это очень удобно, и это очень быстро, это очень ускоряет процесс работы. И я не знаю, почему современные производители ноутбуков до сих пор не делают эту штуку во всех своих устройствах. Также хотелось бы отдельно поговорить про этот трекпад. Это, скажем так, область, с которой я контактирую максимально часто и максимально много в данном устройстве. Что мне понравилось? Я быстро, достаточно быстро выучил основные жесты, которые работают на данном трекпаде. Они очень интуитивно понятны. Конечно, к некоторым чуть-чуть пришлось привыкать, но я не понимаю, как теперь пользоваться мышкой, используя ноутбук. Это настолько удобно, и я, когда смотрел обзоры, об этом всем говорили, но я не понимал, насколько это круто, пока сам лично не воспользовался. Да, действительно, трекпад – это просто отменная штука. Все те жесты, которые на нем есть, обязательно их изучите и пользуйтесь. Это дико ускоряет работу. Например, я на данном макбуке монтажил видео вообще без мышки, сидя на заднем сидении, и это просто удобно. Это быстро, удобно, понятно, и, в общем, круто. Также отдельно хотелось бы сказать про подсветку клавиатуры. Она хорошая, она ненавязчивая, и у меня не создавалось впечатление, что она меня отвлекает или мне мешает. Причем в светлое время суток она достаточно видна, даже сейчас, несмотря на то, что я снимаю на экшн-камеру. А в темное время суток она идеальная. Также отдельно хотелось бы поговорить про звук. Звук здесь хороший, потрясный, но когда все снимали обзоры на данный макбук, и вообще как бы на макбуке, все говорят, звук просто изумительный, бомбезный, там шикарный, вау просто. У меня вау-эффекта не было. Звук громкий, звук чистый, здесь присутствуют низкие частоты. Звук хороший, но я не сказал бы, что он вау, потому что все-таки это устройство достаточно тоненькое, компактное, поэтому сделать так, чтобы эти колонки звучали, как, например, какая-то акустическая настольная система, пока что у Apple не получилось. Это лично мое мнение. Но, если говорить о конкурентах, о том звуке, который я слышал в других ноутбуках, этот звук лучший из того, что я слышал. По клавиатуре очень хороший ход клавиш, меня более чем устраивает, так как я довольно часто набираю текст, то данная клавиатура очень меня порадовала. По работе приложений. Действительно, программы запускаются очень быстро. Установка программ здесь не такая, как на винде, потому что здесь совершенно другой принцип. Здесь принцип, как портативные версии программ в Windows. То есть, они просто скидываются на жесткий диск, и фактически они уже установлены. Их не надо куда-то там прописывать в реестр. Теперь, посоображав, как это все работает, теперь я прекрасно устанавливаю все приложения и программы. Причем, устанавливать их можно как скачивая с интернета, так и используя вот этот замечательный App Store. В App Store есть много приложений, но, как бы, не сказал бы, что я прям много оттуда скачиваю. Кстати, после того, как этот MacBook я взял в использование, уже обновилась операционная система. Из плюсов могу сразу отметить, что вам не придется покупать отдельно операционную систему. Вся стоимость уже состоит из самого качественного ноутбука и самой операционной системы, плюс тот софт, который в нее предустановлен. Он действительно высокого качества. Калькуляторы, редакторы видео, заметки, напоминания, почтовый клиент. Все здесь уже есть, все работает прекрасно. Сам принцип работы операционной системы несколько иной. Например, если вы привыкли, что здесь находится панель задач, то здесь у нас находится вместо панели задач, ну, своя такая, своеобразная панель задач, которая работает по несколько необычному принципу. Некоторые приложения здесь можно удалять, добавлять, чтобы быстро иметь к ним доступ. И, несмотря на это, для меня было особенностью, например, браузер. Если вы его закроете, то это не значит, что он закрылся. Я не знаю, как это работает, но, в общем, когда вы закрываете на крестик, а крестик у нас находится вот здесь. Допустим, вот вы открываете Finder, это обычный Explorer. Вот крестик, допустим, свернуть у нас находится вот здесь, в углу. Развернуть на весь экран тоже здесь, в углу. А вот крестик, это красный, это закрывание данного окна. Так вот, если вы закроете, то не всегда эта программа, она как бы закрывается на самом деле. Она просто сворачивается и переходит в какой-то такой автономный режим работы, скажем так, для быстрого доступа. И чтобы реально закрыть эту программу, нужно нажать, например, вот сюда, и нажать завершить. И только потом это приложение, эта программа закроется. В противном случае, эта программа так и будет здесь висеть. И вот здесь есть такие точки, которые говорят о том, что программа на данный момент запущена и используется. То есть, ну, достаточно интуитивно понятно и просто. По поводу автономности еще хотелось бы сказать. Не хочется затягивать это видео, и так уже больше 10 минут оно записывается. Автономность здесь отличная. Например, вот сколько я уже записываю, только 1% батарейки израсходовался. Но автономность здесь хорошая, если яркость экрана будет, как сейчас, на половине. Стоит яркость выкрутить на максимум, автономность будет в районе 5 часов в обычном режиме просмотра видео с интернета в 2К качестве. Я уже делал замеры. Я в группе ВКонтакте данного канала специально выкладывал скриншоты. Ну, там не скриншоты, просто фотографии. Я по последним замерам определил, что данный MacBook будет работать 300 минут с 0 до 100 на максимальной яркости. Ну, примерно там максимальная, может быть, там 90-95%. Ну, плюс-минус. 300 минут – это сколько, ребят? Это правильно. Это 5 часов. Поэтому, если вы хотите действительно его использовать на ярком солнце, смотреть фильмы какие-то, то он проработает у вас не больше 5 часов. Если же, например, вы будете использовать его для просмотра видео в разрешении Full HD, либо HD, ролики какие-то с интернета, то тогда он проработает, конечно же, дольше. Но при этом обязательно нужно, чтобы яркость была половина, либо меньше половины. Это очень важно. И именно об этом не упоминают те, кто делает презентации данных MacBook'ов и рассказывает, например, даже в обзорах о том, что «Ой, он очень автономный, он у меня работает 10 часов». Ничего подобного. 10 часов на средней яркости. Это стоит учитывать. Подводя итог, хотелось бы сказать, что общие впечатления от MacBook'а у меня просто потрясные. Я могу сказать, что он стоит тех денег, которые за него просят. Понятное дело, что для людей, которые живут в странах СНГ, для людей, которые живут в России, в Украине, в Молдове, эта цена высокая, крайне высокая. Но все только потому, что уровень жизни в среднем у населения ниже. Ниже, чем в Штатах, где этот MacBook, эта компания делает технику и там он стоит адекватных денег. Как вы придете в магазин и захотите купить себе ноутбук за долларов 800, за 1000, вот так же относятся к этим ноутбукам там в Штатах. Для них 3000 долларов отдать это как бы не проблема, потому что у них уровень жизни выше. Но стоит учитывать, что данный ноутбук, MacBook Pro, он выпускается начиная с 1500 долларов. То есть для Штатов это вообще копейки, в два раза дешевле. Это все равно, что вы придете в магазин и за 500 баксов, за 400 баксов захотите купить себе ноутбук. Согласитесь, это недорого для их уровня жизни. Для нас все-таки это дороговато, вот это соотношение цены и уровня жизни, оно бьет по карманам. В остальном, если вы приобретете данный ноутбук, то, конечно, у вас будут положительные впечатления. По крайней мере, у меня впечатления крайне положительные. Это рабочий инструмент, это автономный, с великолепным экраном, с легкими косяками, но это косяки, которым нужно просто привыкнуть, потому что так работает операционная система, именно так будут устанавливаться все программы, именно так будут сворачиваться все окна. Все будет именно так, как задумал производитель. И если вас это не устраивает, вам просто придется переучиваться, потому что в Windows некоторые вещи работают по-другому. И еще хотелось бы сказать по поводу нагрева и шума. Нагрев минимальный, вот сейчас он просто холодный, просто холодный везде по краям, потому что он алюминиевый. Если вы будете выполнять какие-то задачи на нем, например, смотреть ролики, будет легкий нагрев вот в этой части. Легкий, не сильный. Если вы будете монтажить на нем, нагрев будет вот здесь максимально сильный, и здесь он будет еле теплый к низу. Шуметь он начинает только тогда, когда на улице очень жарко, и он выполняет какие-то сложные задачи. Например, просмотр роликов в высоком качестве. И то он будет еле-еле шуметь. Если вы хотите, чтобы он максимум показал, что он может, и зашумел на максимум, нужно на нем редактировать видео и поставить его на рендеринг. Тогда он зашумит. Шум есть, шум не сильный, но его слышно. И я сказал бы, что это, опять же, не недостаток, потому что те ноутбуки, которые я тестировал до этого, которые я смотрел в максимальной нагрузке, все остальное, они шумят раз в 10 больше, чем это устройство. При том, что этот MacBook, он вот такой вот тонюсенький, по-моему, полтора сантиметра он в толщину. Он очень дико мощный, и он может то, что не могут другие ноутбуки, в принципе, до сих пор даже топовые. Всем спасибо за просмотр. Если есть что добавить, пишите в комментариях. Я по мере того, как данный MacBook будет у меня длительное время, буду записывать вот такие ролики, в которых буду делиться своими впечатлениями, плюсами, минусами. Почему я выбрал MacBook, почему стоит перейти на MacBook, или наоборот, что нужно учесть, если вы хотите использовать только MacBook, потому что есть вещи, которые вы на нем не сделаете, и можно сделать их только на Windows, и это очень важные для меня вещи, поэтому от Windows я ни в коем случае не отказываюсь. Если есть какие-то вопросы, пишите в комментариях, подписывайтесь на канал, спасибо за просмотр. Увидимся в следующих видео, подписывайтесь на группу ВКонтакте, и, конечно, подписывайтесь на основной канал, потому что там выходят все самые подробные обзоры, распаковки важные, и, в общем, там как раз и выйдет обзор полноценный данного MacBook. Я думаю, что данный обзор будет в районе часа, потому что я расскажу про него все, но не скоро. Мне нужно им попользоваться где-то месяцок, чтобы все понять, уяснить вообще всю идеологию данной операционной системы, компании Apple. Всем хорошего настроения и пока! Алло. Да.